Доброе утро, Россия, Казахстан, страны СНГ, русскоязычное пространство. Мы сегодня говорим на русском языке об проблеме электронного голосования. На примере Российской Федерации, где 1 июля в 3-4 регионах из 89 субъектов Федерации в России состоится голосование. Фактически это речит о референдуме, где произойдет обнуление сроков Путина, и он сможет снова баллотироваться на выборах. У нас в гостях Андрей Майсак. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, вы интересуетесь этой темой. В этой теме вы видите угрозу подсчету голосов, угрозу фальсификации, угрозу нарушения тайного голосования? Какие проблемы вы вообще видите с вашей точки зрения? Чтобы зрителям было понятно, небольшое уточнение внесу. У нас перед общенародным голосованием, это называется по действующему российскому законодательству, общенародным голосованием. Ранее такой формы не было, это специально придумали для одобрения изменений в Конституцию. Буквально недавно, в марте месяце. А в чем отличие от референдума, поясните? В отличие от референдума нету порога явки. То есть придет 1% избирателей. Вообще, народное голосование... Фактически же это референдум, так ли? Фактически референдум? Нет. Очень много правил, условий, которые должны соблюдаться для референдума, здесь отсутствуют. Отсутствуют порог явки, отсутствует порядок голосования. Он упрощен тоже, голосование на придомовой территории может вестись. Аргументируют это с тем, чтобы безопасность соблюдалась во время пандемии. Подождите, а как можно проводить придомовое голосование? У нас по этому поводу уже мемы ходят и фотографии с разных субъектов Российской Федерации, где участковая избирательная комиссия проводит голосование, находясь в багажнике автомобиля, на пеньке, на скамейке и так далее. Поэтому да, это весьма забавно выглядит. Но это же вообще же, получается, роль наблюдателя в этом случае нивелируется. Да, да. Вот в чем тоже принципиальное отличие от референдума, где четко и жестко прописаны процедуры наблюдения и формализованы. А при общероссийском голосовании это все нивелируется. И, кроме того, сама процедура менее формализована, в отличие от референдума. То есть, условно говоря, это упрощенный референдум, удобный для власти? Условно говоря, да. Ну, я это называю выкидышем референдума. Понятно. Но давайте немножко поближе к электронному варианту, который в России впервые широко применяется на федеральном уровне. Я слышал, что были эксперименты на местных выборах в порядке эксперимента, в порядке пилотного проекта. Кстати, в каких регионах были уже такие эксперименты и в каких регионах уже на уровне областей это будет проводиться сейчас? Я слышал цифру 3-4 региона. Нет, не 3-4 региона. Это всего два субъекта. Москва, город федерального значения Москва и Нижний Новгород. Вообще, предысторию вам расскажу. Перед общенародным голосованием по изменению в Конституцию тестировалось 7 площадок электронных, из которых должны были выбрать одну, по идее. Ну, так говорили. Для проведения электронного голосования выбрали две. То есть сейчас они между собой конкурируют и тоже их тестируют. Вы вышли во второй тур, да? Да. В первом туре при тестировании 7 площадок одна тестировалась в прошлом году на серьезном уровне. Это в единый день голосования на знаменитых выборах в Мосгордуму. Это московская электронная площадка. Зарекомендовала она себя, ну, я бы сказал, не с очень хорошей стороны, потому что очень много было судебных процессов по оспариванию результатов, в том числе с точки зрения технических нюансов, которые были при электронном голосовании. Так вот, в этом году из 7 площадок наименее значимые были, это Питерская, я, кстати, приеду жене из Питерской электронной площадки, она более защищенная, Нижний Новгород, Москва, из самых знаменитых спортивных проектов, это электронная площадка «Единая Россия», они ее тоже тестировали на своих праймере с мая этого года, и ряд других более мелких проектов, ну, например, из Екатеринбурга. Но решили остановиться на этих двух площадках, потому что другие электронные площадки, к ним возникают вопросы либо по защите тайны голосования, либо по техническим моментам, в частности, по пиковым нагрузкам. Даже я так скажу, вот вчера был первый день голосования у нас, например, по электронному голосованию, при 15 тысяч проголосовавших система не выдержала и тоже зависла, сдала сбой. Это первые моменты, ну, цифра была когда, 15 тысяч проголосовавших. По-моему, это было на московской площадке электронной. И вот сейчас, после электронного голосования и проверки этих двух площадок, Нижний Новгород и Москва, будет уже окончательно приниматься решение, какая из двух площадок будет в системе, даже не в площадках, а в системе, выбрана в дальнейшем для единого дня голосования. Хочу пояснить здесь, что такое у нас единый день голосования. Это каждый год. Восьмое, примерно, сентября. Это каждый год. Да, каждый год в Российской Федерации в сентябре проводятся общие российские выборы. Во всей стране, в целом по стране. Это и местные выборы, и региональные, и федеральные. Я понял. А в этом году это будет примерно какое число? В этом году это 13 сентября. 13 сентября. Понятно. Андрей, вот у меня такой вопрос. Тайное голосование. Какая из этих систем, в чем отличие было? Вот эти семь площадок, давайте рассмотрим. Семь механизмов, семь программных продуктов. Чем они, в принципе, более-менее отличаются по одному параметру? Тайное голосование. В отличие от питерской и московской системы, все остальные системы не давали тайну голосования. То есть была открытая часть программы, исходя из которой, анализы которой, можно было установить, кто как проголосовал. Ну, теоретически можно было. Практически это не делал, но теоретически можно было. Поэтому, собственно говоря, выбрали московскую. А питерскую не выбрали. Ну, сразу скажу, есть кулуарная часть этого вопроса. Питерская элита перекрестилась и сказала, слава богу, что их не выбрали. Объясню, почему. На Минклатуре нашей это все очень не нравится, электронное голосование, так как они привыкли к классическим дедовским методам использовать административный ресурс. Там все понятно, понятно, как все работает. То есть пригнали бюджетников, отфиксировали, кто как проголосовал и так далее. При электронном голосовании, так как это новое, непонятно, как работает, где будет сбой, где не будет сбой. То есть они не могут обеспечить результат, который спускается сверху. Ну, и по явке, и по проценту, который должны дать за решение. Поэтому я, насколько осведомлен, в Питере были просто счастливы, что их площадку не выбрали для тестирования. Хотя она самая надежная, на самом деле. Там используется технология блокчейн-хранилища. А блокчейн-хранилища, причем там идет отдельное голосование, то есть выдача бюллетеней электронных по отдельной системе. А после этого идет голосование, уже день голосования. Электронный бюллетень избирателям направляется в блокчейн-хранилище, тоже по специальной системе. И при подсчете голосов ключ разделяется на пять хранителей. По-моему, да, на перерыв. Это путем жеребьевки. У каждого своя часть ключа. И при подсчете ключ объединяется, вскрывается блокчейн-хранилище, и идет подсчет электронных бюллетеней, которые находятся в блокчейн-хранилище. Функция наблюдателя при этом какая? Наблюдатель смотрит, чтобы поток информации шел при голосовании только в одну сторону, то есть чтобы не было обмена информацией. То есть если идет один поток в одну сторону, бюллетеней в хранилище только идет, чтобы не было потока в другую сторону, чтобы не было передачи информации с блокчейн-хранилище куда-то третьим лицам и так далее. Это непосредственно функция наблюдателя, которая находится в специальной судно-избирательной комиссии региону, где идет визуализация и технический контроль этих параметров. Вот еще какой момент. Функция наблюдателя, она нужна на каждом участке? Нет. То есть в классическом голосовании, как мы привыкли, что на каждой участковой избирательной комиссии находятся наблюдатели. Такого при электронном голосовании нет. Создается специальная территориальная избирательная комиссия. Да. Или специальная избирательная комиссия. Значит, получается, он сидит, условно говоря, только при областной избирательной комиссии. Получается, наблюдателей не должно быть много, они не должны быть рассеяны по участкам, по районам. Достаточно в областной избирательной комиссии. Группа наблюдателей садится перед мониторами и контролирует поток, чтобы он был в одном направлении. Правильно? Да. Так, тогда другой момент возникает. Значит, попробуйте объяснить на пальцах, что означает поток в одну сторону. Каждый бюллетень имеет определенное количество байт. Ну и можно вчислить, сколько весит по временному промежутку определенное количество бюллетеней. Ну или один, или два, или десять. Ну, неважно. Соответственно, видя перемещение количества этой информации на вход, наблюдатель может понимать, сколько бюллетеней пришло. Один, два, три. Соответственно, без визуализации бюллетеня они видели его. И он должен при этом видеть, опять же, им всем показывают, что вот подключение идет к серверу, а она только в одном направлении. Все опечатывается. И это все подключение вводится на монитор. И наблюдатель, опять же, видит, что в обратную сторону нет информации. Что такое в обратную сторону? В такой же пропорции, в таком же количестве, допустим, байтов. То есть информация в обратном направлении вообще не должна быть никакой. Она должна равняться. Хорошо. Если она идет в обратном направлении, что это означает для наблюдателя? Для наблюдателя это означает, что идет подтасовка электронного голосования. То есть электронный бюллетень ушел назад куда-то в другую сторону. Ну вот, Андрей, получается, что любое, значит, электронное бюллетень, которое идет против основного потока, это будет сигналом к тому, что с одним бюллетенем или с частью потока происходит фальсификация. Да. Скажем так, есть ли какой-либо другой вариант, который может протекать с фальсификацией, при этом визуально на картинке поток идет правильно для наблюдателя? Да, возможно, если будут внесены изменения в саму визуализацию, в саму программу по визуализации. Ну это понятно, что это на уровне избирательной комиссии должно происходить. Что, в принципе, теоретически возможно, но практически нереально. Я объясню почему. Формирование избирательной комиссии любого уровня, включая участковые, принимает большое количество как общественных организаций, так и партий. Партий, причем оппозиционных. У нас любая участковая избирательная комиссия, включая территориальную избирательную комиссию, есть ряд членов комиссии с правом решающего голоса, которые от действительно оппозиционных партий. И при наличии внутри самой системы членов комиссии от оппозиции, ну я уже промолчу про членов комиссии с правом совещательного голоса и так далее, договориться внутри комиссии об организации такого процесса, когда внутри, назовем так, в кавычках условный шпион у тебя сидит, весьма проблематично. Да, понятно, там нужно... Ну, секундочку. Не все могут быть с техническим образованием, не все могут понимать нюансы. Давайте мы рассмотрим самый зловредный вариант, где фальсификаторы могут действовать, если сидят лохи, или сидят недостаточно образованные люди. От программиста, который будет в этом процессе на каждом участке, минимум, как оператор, понятное дело, что я не очень-то уверен, что фальсификация будет происходить на уровне программиста участка. Я думаю, что что-то может быть заложено, как некая программная погрешность в самой архитектуре площадки. Дело в том, что я техническими познаниями не обладаю, и сказать вам об этом ничего не могу. Но, смотрите, чтобы понимание было, у нас нет программистов в нашей избирательной системе на уровне участковых избирательных комиссий. Их нет вообще. Я поговорю про сами вот эти семь площадок. Насколько они фундаментально обеспечивают защиту от фальсификаций, от манипуляций? Сто процентов, со стопроцентной гарантией не одна. Я даже объясню, почему. Есть общие принятые принципы проведения выборов, ну или голосования, которые установлены международными договорами, в том числе подписанные со стороны Российской Федерации. Это и всеобщая декларация прав человека 1948 года, и Международный пакт о гражданских политических правах 1966 года. Назову эти принципы. Принципы голосования. Это всеобщность, равенство, непрерывность, тайна голосования. И вот если рассматривать электронное голосование под призмой вот этих принципов и соблюдения их, ни один из этих принципов соблюдаться со стопроцентной гарантией, со стопроцентной, не будет. А тем более, Андрей, наверное, ни одна из этих систем не будет соответствовать одновременно всем там пяти или семи параметрам. Я объясню. Вот на примере, например, непрерывность голосования. Это тоже очень важный принцип. Непрерывность голосования. Он у нас в данном случае при голосовании по поправке Конституции как нарушается? У нас голосование идет с 25 июня, то есть со вчерашнего дня, по 1 июля, то есть в течение семи рабочих дней. А нужно в течение одного дня. Непрерывность что подразумевает? Открылся избирательный участок, неважно какой, в онлайне он находится, либо электронный. Голосование идет в течение, непрерывно в течение дня, и потом в 20.00 участок закрылся, и сразу идет подсчет. То есть не должно прерываться голосование. У нас голосование прерывается каждую ночь на протяжении 6 дней, начиная с 25 июня. А что они делают? Они каждый день из урн для голосования вытаскивают бюллетени, упаковывают их в пакет, называется сейф-пакет, и прячут его в сейфе, на ночь оставляют в сейфе. Потом утром этот сейф открывают, сейф-пакет достают, скрывают, пересыпают, ну, не считая ничего, не рассматривая бюллетень, ну, скопом, вот как есть, пересыпают из сейф-пакета бюллетени в урну, и дальше идет процесс голосования. Это если мы овощем голосуем. В России когда изменились вот эти правила, что проводятся в течение недели? Это правила придуманы специально под голосование по изменению в Конституции, они не внесены в общий наш федеральный закон 67-й об основных гарантиях избирательных прав. То есть стандартное голосование в ЕДГ, в единый день голосования, будет проводиться по старинке. То есть не в течение 7 дней, а одного дня. Но вот голосование по поправкам Конституции со ссылкой на то, что ради того, чтобы не заразились люди, чтобы как-то не создавать массовый поток, его растянули на 7 дней. Но основной принцип нарушается. Отложить, в принципе, после пандемии не проблема через 3 месяца провести? Для нас, для нашего политического руководства это проблема. Принципиально важно, чтобы... ...их и так откладывали. Получается, недельное вот это голосование, оно приводит к бесконтрольности по ночам? Конечно, да. Но вы можете представить, сейф остается один. На один с председателем участковой избирательной комиссии. Кстати, это касается не только очного голосования, но электронного. Электронное тоже... Оно, кстати, может вестись и ночью, электронное. Но, допустим, на вчерашний день, со вчерашнего дня, 25-го началось оно, по электронному голосованию было зарегистрировано всего и выдано из электронных бюллетеней 1 миллион 200 тысяч с чем-то в двух городах Москве и Нижнем Новгороде. Из них проголосовало 44 с чем-то там процентов. 44 или 45. 44 процента проголосовало уже? Да, электронно за один день. Так много, да. Но это тоже удивительно. И оппозиция очень осторожно относится к тому, что так много проголосовало. Хотя у нас были сигналы о том, что используют административный ресурс, заставляют бюджетников регистрироваться активно на сайте Госуслуг для того, чтобы они участвовали в электронном голосовании. А еще по электронному голосованию давайте я вам поясню. Дело в том, что у нас все осуществляется через единый портал. Сейчас все к этому привязывается, в том числе выдача прав, паспортов, получение свидетельств различных. Этот портал называется Госуслуги. Госуслуги Российской Федерации. В том числе получение различных социальных выплат. Вот единовременная выплата была у нас в России на детей, на каждого ребенка от 3 до 16 лет по 10 тысяч рублей. Она тоже осуществлялась через этот электронный портал Госуслуги. Так вот, сбор информации о избирателях, регистрация их на электронное голосование, выдача электронных бюллетеней. Это все производится через вот этот единый общероссийский портал Госуслуги. А уже к нему привязываются вот эти все электронные площадки. Ну, в настоящее время это две площадки электронные, через которых осуществляется электронное голосование. И еще у нас, кроме вот этого дистанционного электронного голосования, оно по закону так называется, дистанционное электронное голосование, есть еще голосование электронное непосредственно на самом участке с помощью урны для электронного голосования. Это как по мере? Так называемый КАИ. Да, они не на всех участках стоят, участковых, не на всех. Но они есть. Это по типу комсомата? Да, ну, там электронный бюллетень, ты его заполняешь, вернее, не электронный бюллетень, тебе выдают классический бюллетень бумажный, ты идешь, голосуешь по нему, потом подходишь к этой урне, она его считывает, ты опускаешь его, она его считывает, и система сразу считывает данные и направляет газвыборы. У нас есть электронная система подсчета голосов, государственная автоматизированная система называется, газвыборы, и эта информация сразу в цик уходит, по всей цепочке, сразу наверх. Андрей, вот в этом отношении, условно говоря, избирательный банкомат лучше, чем дистанционное голосование? Он лучше, объясню, чем у наблюдателей, если мы говорим о контроле, в том числе гражданском контроле, у наблюдателей больше возможности контролировать процесс. При таком голосовании наблюдатель видит, что это действительно живой человек, не виртуальный, а живой, пришел. Он видит, что действительно человек предъявил паспорт. У нас наблюдатели могут перемещаться по территории участковой избирательной комиссии, он может подойти, убедиться, что действительно по паспорту это этот человек, а не какой-то, ну, что не карусель, что человек не с этой участковой избирательной комиссии, ну, прикрепленный, зарегистрированный на этой территории. Кроме того, он может убедиться, что человек действительно проголосал, действительно опустил бюллетени в урну. Единственный момент, при подсчете голосов бюллетени не изымаются из урны, а они, вернее, как, вручную не пересчитываются. Они просто изымаются из урны, сразу упаковываются в мешок, опечатываются, то есть наблюдатели не видят результаты, указанные в бюллетене. Потому что правилам установлено, по вот такому голосованию установлено, что пересчет при электронном подсчете не предусмотрен, вообще не предусмотрен. Там есть ряд ограничений, когда можно вручном режиме пересчитать. Например, технический сбой системы, хотя там аккумуляторы в этой урне стоят, то есть они рассчитаны на 24 часа. Даже если электричество будет отключено на участковой избирательной комиссии, все равно эта урна будет функционировать. В том числе есть автономные системы передачи информации по интернету, они тоже автономные, запитанные на аккумуляторах. Но бывали случаи, когда отключали электричество, и автономная система не срабатывала. В этом случае по закону возможен ручной пересчет в такой урне. А во всех остальных случаях подсчет вручную не осуществляется. Если, получается, теоретически при таких аварийных случаях подсчет голосов в бумажном варианте возможен, то почему все-таки нельзя проводить подсчет голосов автоматически, просто пусть с замедленным подтверждением? Условно говоря, электронная уже есть высвечена на ЦИКе и для СМИ, а бумажная, да, она есть, она пусть замедленная, но она тоже уходит наверх с замедлением, допустим, на 5 часов. Она уходит не с замедлением на 5 часов, информация уходит наверх. Нет, я говорю, электронная версия уходит наверх, а бумажный пересчет пусть уходит вслед как подтверждение или опровержение с 5-часовой задержкой. Нет, 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 у нас по закону, по отчет ручной, возможен только после 20.00, после закрытия избирательного участка, и пересчитывается все сразу. Я понял, я имею в виду, что, я понял, электронный уходит, условно говоря, в 8 утра, вот проголосовал человек, а бумажный в 8 часов вечера начинается и заканчивается за 2-3-5 часов и уходит наверх с подтверждением электронного подсчета. Запрет в законе. Но в законе это же можно было бы как бы отрегулировать, чтобы не было вообще сомнений? Нет, в законе отрегулировано. Если возникает сомнение, разночтение по визуальному подсчету наблюдателей, по спискам избирателей, несовпадение идет по количеству бюллетеней, которые прошли через электронную урну, то есть когда разночтение идет, ручной пересчет возможен. То есть когда наблюдатели фиксируют, что пришло, грубо говоря, на участок 100 человек, а в урне оказалось 150, разночтение очень серьезное. Вполне возможно быть фальсификации на уровне 100 человек пришло, 100 человек электронная подсчет дает. Но внутри манипуляции более тонкие, здесь получается... Я даже расскажу, какие технологии использовались, сейчас система более-менее планили, но какие технологии в свое время использовались, система... Следующие. Получается, были более ранние версии, более грубые, скажем так, машины, которые позволяли делать фальсификации более часто, в какого рода? Самое распространенное было следующее. Бюллетень для голосования бумажный, который выдавался избирателю, до этого кто-то из членов комиссии, допущенный к этому по специальной договоренности, ставил галочку простым карандашом за... Провластного кандидата? Не провластного, за любого там, другого. И ластиком стирали. Стирали эту галочку. Ее можно было на просвет только увидеть. Или просто продавливали не простым карандашом, а просто продавливали галочку. Далее, если избиратель приходил со стороны, то есть не участвовал, допустим, в карусели, или не бюджетник, не в рамках административной системы приходил, ему выдавался вот такой вот бюллетень. Он, соответственно, в кабинке ставил галочку напротив своего кандидата. Но в бюллетене оказывалось две галочки. Одна видимая, проставленная избирателем, а другая невидимая, проставленная недобросовестным, допустим, членом комиссии. Но она продавлена. И когда избиратель опускал в электронную урну бюллетень, там система скана стоит, которая как на скане обычном работает. То есть она просвечивает бюллетень, свет там просвечивает, и, соответственно, на свет система видит две галочки. Не одну, а две. И она засчитывает этот бюллетень как недействительный, потому что там две галочки. Одна должна быть одна. Такой возникает вопрос. Член избирательной комиссии должен понимать, что тот человек, который пришел сейчас забирать, он чужой, и он должен понимать, что он якобы проголосует, например, против Путина. Откуда член избирательной комиссии может знать, что это явный чужак? А вдруг он голосовать хочет за того кандидата, к которому сам член избирательной комиссии относится симпатия? Я объясню, как это работает. Те члены комиссии, которые выдают бюллетени своим, они, как правило, как-то обозначены, визуализированы, допустим. Ну, красивый цветок на пиджаке я повешу. Это, скажем так, карусельщики, я понимаю. Но карусельщики составляют, условно говоря, 5-10%. А основная масса, допустим, за Путиным. А еще есть списки. Есть и согласованное время, когда избиратели-бюджетники приходят четко по времени. Все, что не в рамках системы установлено, таким людям выдают такие бюллетени. Тоже небольшой процент. Это не значит, что все 100% таких бюллетеней. Они выдают небольшой процент. Я понял, манипуляция понятная. Но она имеет большую погрешность в том плане, что под этот могут попасть твои же сторонники. Да, есть такое. Но, как говорится, по копейке-по копейке дорубой. То есть это из этой системы. Давайте вернемся снова к электронному голосованию, которое касается вот этих пяти ключей. Объясните на пальцах то же самое, только подробнее. По пяти ключам после окончания голосования, в нашем случае это будет 1 июля после 20.00, если мы говорим о российском голосовании по изменению в Конституцию. Хранители ключей, каждый выдает свою часть ключа. Это часть ключа по алгоритму. Что? Это пять человек. Это пять человек, причем они выбираются случайным образом. Это могут быть в том числе члены комиссии от оппозиционных партий или наблюдатели от оппозиционных партий. То есть им выдается часть ключа. Соответственно, единого ключа нет ни у кого. Потому что он тут же формируется при создании блокчейн-хранилища, он тут же формируется сразу же. И этот потом ключ объединяется, создается единый ключ, и с помощью него скрывается уже блокчейн-хранилище. Оттуда изымаются электронные бюллетени, и система в автоматическом режиме, сама система подсчитывает результат. Это позволяет сделать так, чтобы до 20.00 никто не знал итоги голосования в течение дня. Да. Но в нашем случае не в течение дня. Вот сейчас тому голосование, которое сейчас идет, в течение семи суток. Да, понял, понял. В течение семи суток. Теперь еще один момент. Тайное голосование. Как, в принципе, технически, я не говорю про эти семь площадок, про эти две площадки, которые вышли во второй тур. Чисто теоретически, как, в принципе, можно обеспечить тайное голосование, чтобы система, ЦИК, не понимали, кто за кого проголосовал. Чтобы, например, я, учитель средней школы, где-то там в Тамбове, понимал, что я проголосовав, гарантирован от того, что, условно говоря, там губернатор Тамбовской области, или тем более директор моей школы, не придут, не скажут, вот, оказывается, мы знаем, Иванова Валентина Сергеевна, вы, оказывается, проголосовали против дорогого Владимира Владимировича. Вот что мы с вами делаем? Вот примерно, как, что, в принципе, обеспечивает, с учетом современных технологий, тайное голосование? Это разделение ключа для шифрования бюллетеня на две части. На открытую и закрытую. Это единственная технология, которую я вижу для обеспечения тайных голосования. Причем закрытая часть ключа находится только у человека. Находится на флешке. У какого человека? У Владимира Владимировича или у избирателя? Нет, у избирателя. У избирателя. У каждого избирателя будет вторая часть ключа. Вторая часть ключа либо по технологии блокчейн, либо по... Включается каждый штат со своей флешкой. Не-не-не, я рассказываю. Токен. Токен. Вторая часть ключа находится у человека. И открытая часть ключа, по которому формируется избирательный бюллетень. Он шифрует своим, своей частью ключа, свой бюллетень и отправляет его в избирательную комиссию. Только таким образом можно обеспечить тайное голосование. У нас, кстати говоря, по этому поводу, ну в том числе среди специалистов, идет очень острая дискуссия, потому что часть выступает против этой системы. Я отношусь к той части специалистов, которые выступают за то, что ключ должен быть разделен на открытую часть и закрытую. Ну, сразу скажу, что провластные номенклатурщики, чиновники, ну, избирательные системы, они выступают за то, что ни в коем случае не должно быть закрытой части ключа. Ключ должен быть открытый. В свою очередь, вот закрытая часть ключа, вторая часть, она позволяет обеспечить тайное голосование, потому что токен будет только у человека, у избирателя. Эта часть ключа, она никому не будет передаваться, она только у него будет. Что значит передаваться, что значит взять с собой? Вот я проголосовал. Где этот тот самый закрытый ключ, который я уношу из участка или уношу из компьютера? Вы в участок вообще не приходите. Все происходит дома, либо там с пиншета, либо с компьютера дома. Через сайт госуслуг вы вставляете свой ключ в компьютер, через этот ключ система вас идентифицирует как избирателя такого-то, с фамилией такой-то и дает возможность поставить галочку. После этого происходит шифрование бюллетеня. И в открытой части бюллетеня, в открытой, избирательная система вся, начиная снизу доверку, она видит только не фамилию вашу и имя отчества, а в открытой части видит только результат. За, против, либо воздержался. Вот что такое две части ключа, открытая и закрытая. Первая часть ключа, закрытая, она вас идентифицирует как избирателя такого-то, что вы живой, настоящий, невымышленный избиратель. И у вас эта система допускает голосование. Еще возникает один момент. На участке есть такое безобидное создание под названием кабина для тайного голосования. Обычная шторка. Но такой шторки нету дома от сурового отца с ремнем или от сурового начальника с высокими премиями или с возможностью моего увольнения. Вот в этом плане собрать на совещание 50 человек и сказать ну-ка быстренько при мне планшет открыли и запустили быстренько при мне проголосовали и свободны. Как быть? Мы возвращаемся опять к тем принципам, которые я ранее озвучил, которые должны соблюдаться при голосовании. Это тайность, всеобщность, непрерывность и в том числе запрет на принуждение на принуждение к голосованию. Это тоже во всех международных договорах существует внутри государства на национальном законодательстве, на уровне национального законодательства. Так вот, это вообще-то уголовно наказуемое деяние и административное и уголовное. Это понятно. Мы говорим о... Дальше. Дальше объясняю. Кроме этого, мы сейчас при этом голосовании впервые столкнулись, что собирают эти ключи, у нас не ключи, а пароли от госуслуг. По крайней мере, такая информация проскативала, что не везде, но в некоторых муниципалитетах, в некоторых субъектах заставляют бюджетников отдавать свои пароли от сайта госуслуг. Соответственно, имея логин и пароль от сайта госуслуг, лицо третье может войти на этот сайт и проголосовать как надо через сайт госуслуг от имени этого человека. Так вот, у нас оппозиционные партии активно включились в процесс стали распространять листовки о том, что ни в коем случае, ребята, не передавайте свой логин и пароль от сайта. Ну, понятно. То же самое, как не передавайте карточки от своего банка. Андрей, ну, понятное дело, что передать пароли с всего отдела начальника, это то же самое, как отдать пароли со своей банковской карточки и в банки. Но, как это вообще, в принципе, технически предотвратить? В тоталитарных странах, как Россия, Азербайджан, Казахстан, Белоруссия, возможности у начальства гораздо больше, чем в Бельгии, чем в Голландии, чем в Америке. Что делать в этих условиях? Мне кажется, это большая проблема даже будет для свободных стран, потому что подчиненность начальства, зависимость служебная, она никуда не пропадает. На 100% отрегулировать этот вопрос все равно не получится. Все равно при наличии уголовного наказания за это, административного, и понимание человека того, что он, передав пароль, может лишиться всей своей недвижимости, потому что у нас через сайт госуслов много чего можно сделать. Можно получить налоговый вычет, допустим, то есть человек лишается своих денег. Какой выход вы видите? Я вижу, что это направление. Я думаю, что технически вообще в будущем для цивилизации выход заключается в том, чтобы сохранить участки и приход людей на участки голосования через банкомат. А у нас, кстати говоря, эту систему и пытаются внедрить. Я объясню, как. Можно зарегулироваться не только через сайт госуслуг и получить электронный бюллетень, но и через личный кабинет Сбербанк онлайн. То есть через личный кабинет Сбербанка электронный, где ты получаешь доступ всем своим финансам. И одна из концепций, концепций, которая предлагается электронного голосования, это как раз голосование через Сбербанк, потому что он у нас самый большой банк и практически охватывает все население. И в пользу этого и то, что власть хочет, по крайней мере мысль такая есть, по этому пути пойти, говорит то, что буквально вот в марте месяце этого года контрольный пакет акций Сбербанка был приобретен государством у нас в России. То есть ранее Сбербанк был частный, сейчас он стал государственным. И там есть большой плюс в этой системе. Объясню, какой это банковская тайна. Но все-таки каким образом эта банковская тайна может быть обеспечена, если, например, я условно говоря, вот ко мне подошел человечек, вошел в мою квартиру с пистолетом, говорит, ну-ка быстренько голосуй за Путина. Заходи в свой личный кабинет Сбербанка или госуслуги и голосуй, как мне надо. Какой банк может сказать, что ты не ты? Начнем со следующего, что сейчас банкинг, банковская система, она постепенно переходит по идентификации человека по лицу. Ранее это по голосу было, подпечатку пальцев по лицу. Так вот, при идентификации человека по лицу видеокамеры увидят пистолет у вашего виска. Ну хорошо, директор стоит, Да он может стоять за экраном, боже мой, но это же не проблема. Он стоит вот здесь, перед моими глазами с дулом пистолета, или директор махает премии и говорит, либо в другой руке держит трудовую книжку с увольнением по собственному желанию. Это не обеспечивает, обеспечивает только кабина для голосования. Мне кажется, только кабина для голосования, плюс условно говоря, электронный избирательный банкомат. Примерно вот эта схема, я думаю, пока что более-менее. Остальное, мне кажется, все подконтрольно. по классическому голосованию объясню, почему и эта схема на 100% не обеспечивает тайну голосования. Так называемая кабинка для голосования. У нас используется следующая схема. Берутся списки работников, создаётся группа в Вайбере, в Ватсапе, и ты, заходя в кабинку для голосования, избиратель, должен сфотографировать свой бюллетень сфотографировать и отослать в эту группу. И не просто сфотографировать. У нас в Казахстане такое было. Это согласно, что есть такая опасность, но это гораздо меньше опасности, когда ты находишься в помещении вообще вне наблюдения, где наблюдатели не могут проконтролировать вообще ничего. А в кабинке для голосования есть хорошие способы. Ниточка, ставишь ниточку синенькую и так далее. Это один вариант. Либо по Ватсапу гуляет одна и та же фотография, и все ее и отсылают своим начальникам, как будто бы это именно твой бюллетень. Ну, множество вариантов. Во всяком случае, кабина для тайного голосования, она может быть и дает погрешность, но гораздо меньшую, чем голосование из офиса или из дома. Вот вы приводите аргументы, которые наши оппозиционные партии приводят в Государственной Думе при рассмотрении вопроса о внесении поправок в законодательстве об электронном голосовании. Они точно так же говорили, что нарушаются всеобщие принципы, которые гарантируют объективность голосования. Ну, я их ранее перечислял, голосование не будет таким объективным в силу того, что невозможно 100% обеспечить тайное голосование. Это вот все аргументы, которые вы говорите, они озвучиваются оппозиции, в частности КПРФ. У нас очень жестко против электронного голосования стоит КПРФ. И вообще по поправкам по голосованию в Конституцию КПРФ тоже заняла позицию против. Они сейчас агитируют туда. Понял. Андрей, вот еще один момент. Давайте попробуем рассмотреть плюсы. Мне кажется, вот, например, опыт Монголии, наверное, вам знаком, да, опыт Монголии, Кыргызстана и Армении, когда три страны взяли, выделили из этой электронной демократии одну часть, которая является, мне кажется, бесспорной, и ее можно использовать хотя бы на сегодняшнем первом этапе. Речь идет об электронном учете избирателей. То есть, условно говоря, механизм, который предотвращает карусели. Когда человек может быть отпечатком пальцев, кстати, тоже хороший вариант, электронная дактилоскопия одного пальчика позволяет сделать так, что ты не можешь голосовать на другом участке. Данные о том, что Иванов Сергей Владимирович проголосовал 850, означает, что все, на других участках его просто элементарно система не пустит регистрироваться и голосовать. Вот, не само голосование, а предыстория, связанная с тем, чтобы мы могли решить проблему с учетом, с идентификацией и с каруселями. Опять же, здесь возникает вопрос в доверии к такой системе. и то, что она же тоже электронная, то, что там нет алгоритмов, которые не будут исключать этого человека, этого проголосовавшего, и он сможет голосовать еще где-то. Весь вопрос дадим. Эта система имеет гораздо меньше погрешности и меньше опасности, чем само голосование. Да, я с вами согласен. Возвращаясь к нашим реалиям в России, скажу, что у нас такая система тоже создается. Недавно, буквально три недели где-то назад вступил в силу федеральный закон о федеральном регистре, где будет вся информация о гражданах. Да, о чем вы говорили, как раз, по автобетям, по здоровью. Да, да, да. И эта система, я, насколько осведомлен, скорее всего, да, тоже будет привязана к электронному голосованию будущего. И как раз через эту систему будет осуществляться вот этот контроль, проголосовал человек или не проголосовал. Ну, вообще, конечно, очень соблазнительна сама по себе идея голосовать из дома, голосовать из туалета, из кухни или поехать за рубеж в Турцию, проголосовать из гостиницы за рубежи. Это, конечно, очень сильно привлекает, соблазняет и так далее. Но проблема вот сохранения тайной голосования, она ставит такой шлагбаум на этом очень интересном пути. Наверное, в будущем можно будет что-то еще, какие-то варианты предусмотреть, но пока, даже теоретически, я пока не вижу выхода. И у меня вызревает следующая схема. Первое. Электронному учету избирателей. да, с отпечатками пальцев. Электронное голосование да, с условиями сохранения тайны голосования в самом программном продукте, плюс обязательный приход на участок голосования через машину, через компьютер, непосредственно на участке, я не знаю, в форме банкомата или что, но прохождение через кабину для тайного голосования вот примерно вот такая схема более-менее может годиться. Вот, я думаю, ближайшие, условно говоря, пять лет. У нас в Казахстане тоже планируется, у нас заложено электронное голосование в избирательный закон еще с 2004 года, но мы его остановили, потому что мы массовым, я был один из авторов проекта, который общественную компанию организовывал по остановке электронного голосования, по всем вот этим вышеперечисленным основаниям, и его могут вести заново, особенно на примере прецедентов, которые происходят сейчас в Российской Федерации. Понятное дело, что на Россию соседи очень сильно ориентируются. Не только в России, это мировой тренд на самом деле, везде идет переход на электронное голосование. Ну, я слышал про Эстонию, а кроме Эстонии кто еще собирается делать это? Соединенные Штаты, ну, не в этот раз, не в эту президентскую компанию, но у них часть системы уже электронное голосование существует, есть. В виде учета, да? В виде учета, и в виде банкоматов, у них работает эта система. Ну да, Банкова, смотрите, это как раз тот самый скандал, когда Гор проиграл. Да, очень консервативно в этом плане, очень консервативно на самом деле Европа. Вот локомотив Европейский Германия, Германия, они против выступают электронным голосованием. Выступал против этого? Да. По всем этим основаниям, что не обеспечиваются все вот эти моменты, в том числе домашние голосования, они были категорически против. Вот как раз это действительно, вот тут они не ошибаются. Никакого аргумента против тайного голосования в условиях дома или офиса никто ничто не может гарантировать, поэтому только голосование, к сожалению, на участке нужно выезжать с отпуска из Турции и топать ножками до консульства или домой в Тамбов Владимир. Вот наши специалисты, в том числе политтехнологи, политологи, которые выступают за электронное голосование, приводят те же самые аргументы, которые вы озвучили, что это очень удобно и поэтому это нужно внедрять. И сейчас второй аргумент у них появился, более серьезный, то, что это безопасно, то, что при пандемии не надо никуда выходить, участвовать в публично-массовом мероприятии, голосование это публично-массовом мероприятии, а можно проголосовать дистанционно. Ну да, есть, конечно, большие плюсы, это вот, например, они говорят о том, что само по себе электронное голосование в 60 раз быстрее обычного, а подсчет голосов в 500 раз быстрее. Это все понятно, да, но минусов еще гораздо больше, поэтому весы в этом плане в условиях татарного государства, вот есть же страны, где вообще, я усиленно удивился, когда в Украине, например, увидел наблюдателей множество, но они были без видеокамер, они не считают нужным снимать видеокамерами в события вокруг урны, вокруг выдачи объединения членами избирательной комиссии, потому что у них это не актуально и они не озабочиваются вот этим моментом фиксации и контроля. А мы в Казахстане сильно озабочены и сейчас проводим тотальную видеосъемку 100% на 24 часа в сутки с 7 утра до 7 утра следующего дня, потому что мы понимаем вбросы, что такое. А условно говоря, в Америке или там в Канаде они могут отнестись к электронному голосованию легко и спокойно, потому что они не понимают, что такое фальсификация вообще такое. Да, там это не принято просто. Не принято. Поэтому я думаю, что в этих странах электронное голосование придет шаг за шагом, но в условиях тотальдарного государства это очень большая опасность. Кстати, у вас в Казахстане применяются веб-камеры централизованы для фиксации процесса для вас. Нет, вы, к сожалению, далеко от нас ушли. Мы в этом плане действительно отставшие. Когда я вижу на сайте ЦИКа все участки в Харькове, вернее, в Тамбове или в Хабаровске, я это понимаю. Мы до этого еще дойдем. Но, слава Богу, в Казахстане есть свободная видеосъемка. Ты можешь снимать в любое время, снимать 24 часа. В этом плане все под контролем. У наблюдателей развязаны руки. Я больше хочу сказать. У нас наблюдатели ведут видеосъемку в том числе дистанционно посредством централизованных видеокамер, установленных на каждом участке. Причем камера устанавливается не одна, она устанавливается от 3 до 4 в разных точках избирательного участка. напротив кабинки, напротив фурны, напротив... Да, это хорошо. не только очно выходят, наблюдают на сами участки, но и из дома, из дома, не являясь наблюдателями, включают видеозапись и ведут видеозапись с 2-3 участковых избирательных комиссий через веб-камеры. А потом отсматривают на предмет были, не были нарушения по подсчету избирателей, сколько избирателей пришло. Ну, так называемая... Обязательно наличие охранника, условно говоря, для виде камеры обязательно нужно. У нас были случаи, когда, например, в наглую член избирательной комиссии подходил к промежутку между камерой и урной, заслонял спиной и уже делал свои дела просто-напросто по-хамски открытые. Видимо, наблюдателя рядом не было, либо он был робкий и не смог ничего сказать. То есть, в принципе, множество вариантов против видеокамеры, если нет рядом человека, возникает и нужно обязательно охранник, который громко крикнет, что-то начнет пресекать, скандал поднимать и так далее. А вообще, конечно, очень интересный вариант с этими государственными камерами. А я вот не понял вашу идею, когда вы говорите крепится сверху, у наблюдателя разве есть возможность где-то на потолке все это крепить и снимать? Я говорю про государственные камеры. Централизованные, да, они все закреплены сверху, с ними сделать что-либо невозможно, потому что большей частью у нас участковые избирательные комиссии располагаются в больших помещениях с высокими потолками, под 2,5 и более метров, там 4 метров. Это, как правило, спортивный зал в школе, актовый зал. Но, к сожалению, эти госкамеры они могут не увидеть многого, например, не смогут увидеть выдачу бюллетеней в одни руки нескольких бюллетеней. Это да, это есть такое, да. Да, поэтому я думаю, что вот с этим проблема есть. Вы, кстати, как наблюдатель, наверное, были на немалых выборах, у вас, по-моему, идеальное законодательство по наблюдению за выборами, я смотрел, оно гораздо лучше, чем в Беларуси, чем в Казахстане, чем в других странах, оно достаточно подробное, видимо, благодаря КПРФ, ДПР, яблоко, которые все это протащили, и у вас есть какие-то проблемы с контролем выдачи бюллетеней в одни руки, там, насколько вы можете плотно находиться рядом со столами избиркомов? Со столами избиркомов иногда запрещают рядом находиться, но есть возможность ходить по избирательному участку, перемещаться, и в рамках перемещения можно всегда находиться рядом со столом избирком. Единственный запрет это при видеозапрете, при видеозаписи нельзя снимать персональные данные избирателя, то есть осуществлять запись допустим, списков избирателей это запрещено, а находиться рядом при выдаче бюллетеня запрета нет, можно, то есть тут ограничений сильных нет, и больше вам скажу, у нас основные фальсификации происходят не в городах, в городах очень много наблюдателей, очень много глаз, веб-камер, очень много людей, которые умеют пользоваться интернетом, через веб-камеры там смотреть, у нас основные фальсификации происходят в провинции, в сельской местности, там результаты доходят в районных центрах под 90%, результат голосования за власть, допустим, недооценивают, поэтому у нас... Мне кажется, в этом плане это слабость оппозиции, которая не проявляет активность, либо недооценивает широкие, роскошные права в законе о выборах для наблюдателей, и недооценивает в плане того, чтобы мобилизовать десятки тысяч людей, активистов, на тотальные наблюдения, условно, по 10 человек на каждом участке, вот это, по-моему, недооценивается сильно. Недооценивается, но оппозиция в этом направлении работает, объясню. У нас, допустим, в 2018 году состоялся ряд выборов губернаторов, где власть с треском проиграла. На Дальнем Востоке, да, слышал. Да, на Дальнем Востоке это и Хакасия, губернатором стал коммунист, это и Хабаровский край, губернатором стал ЛДП Рейц, это и Приморский край, где выборы пришлось отменять и проводить заново, потому что с первого раза не получилось, а со второго, ну, очень с большим трудом, очень. Это в этом же году, в 2018 году, Владимирская область, это уже центральная часть России, во Владимирской области тоже ЛДП Рейц победил, губернатор Единорос, женщина, проиграла. И вообще, в 2018 году очень тяжело власти было, очень тяжело. побеждать на губернаторских выборах. Благодаря социальному наблюдению. Да, да. И не только, еще с большую роль сыграла явка. То есть у нас сейчас идет такая тенденция, что власть... Явка высока, когда ты понимаешь, что твои голоса защищены. Да. у нас власть старается сушить явку по различными способами. И высокая явка, она дает результат не в пользу власти. Это не только нас касается. Это тенденция, потому что я работаю со специалистами в разных странах, в том числе дистанционно, консультируемся с друг с другом. Это характерно вообще для системы в целом избирательных, вне зависимости от государства. То есть чем больше глава... Андрей, вы немножко могли бы в двух словах сказать свое образование, свою квалификацию и опыт работы? Ну, по образованию по-первыхому я юрист, квалификация юриспруденция. Закончил после аспирантуру, там специализация у меня международное частное публичное право. выборами занимаясь 1999 года, то есть уже 21 год, был председателем участковых избирательных комиссий, участковых, председателем. Сколько раз был председателем? Председателем я был несколько раз. Был замом председателя неограниченных окружных избирательных комиссий, был заместителем, Причем на выборах различного уровня, в том числе региональных. Воздавлял предвыборные штабы региональные на президентских выборах, на выборах в Государственную Думу. Из таких больших моих компаний, например, был доверенным лицом Прохорова на президентском кампании 2012 года. Да, по региону, по штабу. Президентскую кампанию 2018 года тоже занимался. Был кандидатом депутата в Государственную Думу в 2016 году. И по списку партийному, и в качестве одномандатника по 76-му одномандатному избирательному округу. Поэтому я был в избирательной системе с разных сторон. И со стороны тех, кто считает. И со стороны тех, кто выдвигается. И кандидатом тоже был. Причем я был, смотрите, я был и действующим депутатом, депутатом районного звена, районного уровня. Ну, если по старинке называть это, районного совета депутатов. И был депутатом низового звена, депутатом земского собрания. Это депутат сельского округа. И был главой Графовского сельского округа. Глава тоже у нас. То есть, получается, губернатор сельского округа? Да, да. Ну, небольшой. Сельский округ относительно небольшой. Еще пять тысяч населения. Но главой был, да. Андрей, вот такой вопрос. Нас могут слышать и белорусы. Я призываю белорусов активно участвовать в наблюдении. И не отчаиваться. Выходить в наблюдение. И тотально за счет своей массовости уменьшать на значительный процент количество фальсификации. Что вы думаете об этом? Вы правильно все им объясняете, разъясняете. Конечно. Только явка решит вопрос... С контролем. Вопрос пользы народа. И контроль. Контроль само собой. Причем контроль жесткий и массовый. Массовый. Без массового августыря ничего не получится. Еще такой момент. Вопросы по бойкоту. Они говорят, что вот у нас там одного, второго кандидата зарезали. Остальные слабее, чем первые там два. Я говорю, что это не важно. Важно, чтобы вы убрали самого главного диктатора. Не важно. Пусть это будут не совсем яркие личности. Но это рассматривайте как переходную фигуру. Сейчас нужно голосовать умно. За кого угодно, лишь бы не он. За кого угодно это проигрышная оппозиция. Объясню почему. Нужно не за кого угодно, а за четко установленную кандидатуру. Иначе будет размываться. В условиях, когда власть отбраковывает наиболее двух ярких кандидатов, то в этих условиях все-таки не стоит идти на бойкот. Нет, нет. Бойкот ни в коем случае. Но они должны договориться внутри общества, консолидированно, выбрать одного, одну фигуру, за которую агитировать и голосовать консолидированно. Иначе ничего не получится. А вот по такому принципу строилось голосование у нас в России в 2018 году, когда власть массово стала проигрывать губернаторские выборы. Согласен с вами. Вот в условиях каталитарного государства нужно понимать, что это не выборы, это квази-выборы. И на квази-выборах должна быть особая тактика, про которую вы и говорите. Андрей, большое вам спасибо за интересный диалог. Я думаю, что это будет серия таких диалогов со специалистами. Вы, может быть, кстати, назовете некоторые фамилии блогеров или авторов постов на Фейсбуке, в других социальных сетях, которые квалифицированно поясняют суть тех или иных моментов электронного вопроса. Ну, по России, если посторонникам электронного голосования, кто выступает за, это Серовин, это питерский достаточно известный у нас политтехнолог, политолог Серовин. Психолог политический. Как он себя так называет? Он называет себя политическим психологом, директором лаборатории изучения электронной, электоральной политики ЛГУ имени Пушкина. Да, все верно. Он один из первопроходцев был у нас в России, кто эту идею вообще двигал. Из специалистов по электронному голосованию, кого можно еще познать? А против? Против. Это депутаты от КПРФ. Вот сейчас на память не назову, но они тоже политтехнологи действующие. Вот с техническим образованием? Нет, не с техническим, но они имеют навык и образование в сфере избирательного права. Поэтому они прекрасно понимают, где есть узкие места, которые с помощью электронного голосования можно обойти. А вообще, сейчас сходу так не готов, у меня подборка есть, в том числе и технических специалистов, я могу в следующий раз озвучить их. Да, я могу как раз, получив от вас, оставить его в комментариях под видео, в комментариях в описании к видео. И еще один вопрос. Вы говорите про семь площадок, про две оставшиеся площадки. У каждой площадки, видимо, должен быть какой-то спикер публичный, который проговаривает те или иные моменты. Вот было бы здорово услышать имена вот этих семерых спикеров, с которыми можно было бы встретиться и где-то поспорить. Имена я вам назвать смогу? Попозже. Да, попозже. Потому что на память могу либо не точно назвать. Не обязательно. Сейчас важно, что, слава богу, их можно найти и пригласить в эфир, и поговорить. Я думаю, это будет диалог интересен и для аудитории в России, которая тоже сейчас в разброде и непонимании, что к чему приведет электронное голосование 1 июля. Я думаю, для Казахстана это будет в любом случае положительный эксперимент соседа, который можно будет потом анализировать, обобщать и учиться, в том числе на ошибках. Лучше эксперименты проводить на соседях. Так что в этом отношении я немножко пошутил, но, скажем так, я не воспринимаю это как мое, потому что это не моя страна. Для россиян, конечно, все гораздо более, все построено. Но для нас и положительный, и отрицательный опыт других стран мира, конечно же, очень интересен для того, чтобы понять, в каком направлении двигаться нам. Я кое-что многое понял, как нам двигаться после нашего разговора. Да, смотрите, у нас из нового пятения еще или голосование по почте будет? Вот в единый день голосования. Ну, во-первых, с учетом наших сроков, как по почте двигается, минимум до недели доходит, то это новое затягивание. Неделя здесь, неделя там, это получается двухнедельный подсчет голосования. Ну, это какое-то вообще... А что еще? Какие минусы узкие есть у почтового голосования? По-моему, тайных голосований здесь, кстати, тоже нет. Это по вопросу голосования отправки конверта из офиса, из дома, под контролем начальника. То есть здесь тоже вопрос? Да, тоже вопрос. Но те, кто защищает голосование по почте, говорят, что... Ну, есть же тайные переписки, это уголовно наказуемо, если письмо вскрывается. Да, да, да. Тайные переписки, иллюстрация... Читать письма запрещено. Поэтому давайте еще по почте голосовать. Но узкие места вы правильно обозначили. Это временной промежуток прохождения письма. И то, что голосование не в строго отведенном месте, а именно в кабинке. Под контрольность голосования. Да, можно обеспечивать под контрольность голосования, да. Все, на вашем случае мы понимаем, как делать нельзя. Ну, подождите, по почте, по почте, бюллетень-то тоже ты получаешь не дома. Да, то есть человек идет на участок, забирает ее домой, но это вообще как-то тоже странно. Во-первых, еще механизм непонятен. Мы его сейчас изучаем и тоже спорим, где лучше получать бюллетень. У нас многое разрешится после 1 июля. То есть как пройдет эксперимент с электронным голосованием. И будут ли его переносить? Ну, скорее всего, будут. Потому что у нас по всей России внесли изменения в региональные нормативно-правовые акты, в региональные законы и включили в региональные законы о голосовании то, что возможно голосование электронно и по почте. Поэтому все эти нововведения, введенный день голосования, я думаю, не будут. Ну, вообще, в целом, если убрать практику избирательную в Российской Федерации, я ее ставлю на очень высокое место. В плане того, как идет по обычному бумажному голосованию, подсчет голосования, контроль наблюдателей, сам подсчет, как он хронологически подробно расписан в избирательных документах, кодексах, просто на высшем уровне. Я его считаю одним из самых лучших в мировых параметрах. Так что есть на что равняться. Это тот позитивный опыт, который, несомненно, надо заимствовать для того, чтобы у нас тоталитарная система не могла, скажем так, протаскивать фальсификации. Это надо максимально использовать. Спасибо вам большое, Андрей. Будем стараться находить таких грамотных блогеров, экспертов, как вы, чтобы у нас были эфиры интересные, в том числе для российской аудитории. Рахмет. Спасибо большое. До свидания. Счастливо. Счастливо. До свидания. Продолжение следует. Продолжение следует...